Сначала я хотел бы сказать, что я вырос в индуистской семье. И в университете, в котором я вырос, люди говорили о Стиве Джобсе и также говорили о докторе Закера Найке. И я не хочу критиковать чью-либо религию, потому что я родился в индуистской семье. И я атеист 10 лет. И я инженер робототехники и программного обеспечения. И дело в том, что у меня два вопроса, и они основаны только на вашей сегодняшней речи. Первый вопрос вы сказали, что цель жизни быть мусульманином, быть исламским, значит иметь исламскую цель. Я бы хотел спросить вас, если мы творение, и у нас есть творец, так что не думаете ли вы, что наш Создатель хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы его создания были счастливыми? Так что если я счастлив в моем положении, но моя цель и жизнь не исламские, не прав ли я? Это первый вопрос. И второй вопрос касается того, что вы говорите, что человеческое тело очень сложная машина. А если это сложная машина, то ему нужен набор инструкций и характеристик. В этом нуждается каждая машина. Но как инженер робототехники, я верю, даже если у вас есть машина, и если вы следуете набору инструкций, это означает, что вы ограничиваете свой мыслительный процесс. И вы не можете выйти за рамки. Если у меня есть машина, и я никогда не читал ее технические характеристики, я могу открыть машину, и я могу поставить новый барабан. Я могу поставить новый процессор, и я могу поиграться. Потому что я никогда не читал технические характеристики. И в конце я хотел бы сказать, я свободный, и я свободен принимать, потому что я очень свободен, и я очень открытый. Я отвечу на оба твоих вопроса, а затем вернусь к тебе. а затем также проверю твою свободу. Да, понял, не беспокойтесь, сэр. Всего секунду. Итак, в конце я хотел бы сказать вам, прямо сейчас я нахожусь в процессе познания себя. Брат, давай по вопросу за раз. Ты уже задал два вопроса. Да. Позволь мне ответить на эти два вопроса, и тогда ты можешь дать свой комментарий. Понял, сэр. Твой первый вопрос, что если ты создатель? Если ты сотворил создание, и ты хочешь, чтобы творения были счастливыми, поэтому, если всемогущий Бог создал нас, и я не мусульманин, и я счастлив, делая то, что не исламское, так что создатель должен быть счастлив. Правильно? Нет, нет, сэр. Что значит нет? Я просто резюмирую твой вопрос. Нет, я говорю, если я люблю то, чем занимаюсь. Об этом я пытаюсь сказать. Если ты любишь то, что ты делаешь, и ты счастлив, так почему создатель должен грустить? Да. Правильно? Да. Я лишь повторяю твой вопрос. Да, я дам тебе пример. Мой сын говорит мне, папа, я счастлив, что принимаю наркотики. И я говорю, не принимай наркотики. Папа, я доволен, принимая наркотики. Почему ты мешаешь моей свободе? Что мне делать? Хорошо. Нехорошо. Я задал тебе вопрос. Поверить ли мне моему сыну? Ты еще молод. Пока что ты не знаешь о жизни. Я медик-врач. Правильно. Нет, папа, я счастлив. Я чувствую себя хорошо. Я в другом мире. Я принимаю кокаин. Я, отец, даже если тебе хорошо, кокаин вреден для тебя. И я остановлю тебя. Вы знаете, есть еще один сын. И он говорит, я хочу спрыгнуть с десятиэтажного здания. Почему? Я супермен. Я отшлепаю его. И потом он не захочет быть суперменом. Поэтому отец должен быть строгим и сдержанным. Я не буду счастлив просто потому, что он счастлив. Но если он будет счастлив, делая правильные вещи, тогда я буду счастлив. Ты понимаешь? Потому что я отец. А наш Создатель намного превосходнее Отца. Я могу не знать всего о жизни, но Создатель знает все. Поэтому Создатель знает, что хорошо и что плохо для тебя. Это счастье временно. Это временно. Поэтому сегодня вы говорите, я счастлив, что не следую Исламу. Это не вопрос следования Исламу. Но цель жизни – это служить Аллаху, служить нашему Создателю. Цель нашей жизни – подчиняться руководству всемогущего Бога. И я говорил в своей лекции, почему Бог будет счастлив, когда мы следуем за Ним. Потому что это принесет пользу нам. Если я скажу своему сыну, учись, не принимай наркотики, пей молоко, ешь полезную еду. Почему? Я буду счастлив, потому что это принесет ему пользу. Мне это не принесет никакой пользы. Так что, так же Бог. Когда вы следуете Его заповедям, Он счастлив, потому что это принесет пользу вам. Ты думаешь, что ты великий? Но это не так. Твой второй вопрос был насчет робототехники. Нет, на самом деле, сэр, я запутался в первом вопросе. Что ты не понял? Ты сказал, если ты счастлив в том, что ты делаешь. Нет, нет. Почему создатель должен не соглашаться? Нет. Меня смущает то, что вы восприняли это пессимистично. Но если вы посмотрите оптимистично, если я робототехник... Но ведь это второй вопрос. Сначала ты говорил, что ты счастлив, когда не следуешь исламу. Да, я люблю создавать роботов. Так что, если я действительно счастлив, у меня есть хороший сон по ночам, и в конце я понимаю, что мои машины действительно работают отлично. Я действительно счастлив. Делаю ли я неправильно, создавая машины? Брат, в этом нет проблем. Разве Коран говорит, что нельзя создавать машины? Нет. Подожди, подожди. Послушай, послушай. Ты постоянно говоришь и говоришь. И ты не слушаешь. Проблема в том, что ты говоришь, а не слушаешь. Я когда-нибудь говорил, что делать роботов в Харам. Но я сказал в своем выступлении, если вы делаете что-то, что противоречит заповедям Бога, это неправильно. Разве Коран говорит, что нельзя создавать машины? Нет. Так где проблема в создании машин? Но проблема будет только тогда, если вы сделаете машину и начнете думать и заявлять, что вы Бог. Тогда есть проблема. Ты ведь понимаешь? Нет, сэр. Подожди, ты не слушаешь, но продолжаешь аргументировать. Вы задали мне вопрос, и я отвечаю, нет. Твой вопрос был, что если я не следую исламу, и я счастлив в этом, почему Бог не счастлив? Простой вопрос. А сейчас ты добавляешь к нему машины. Вопрос про машины был вторым. Ты можешь увидеть, посмотри запись. Моя память очень хорошая. Но я говорю, если мне нравится то, что я делаю, я люблю то, что делаю. Если ты любишь то, что ты делаешь, и это не идет против заповедей Бога, можешь продолжать делать это. Но если тебе нравится делать то, что противоречит заповедям Бога, это принесет тебе убытки, и Бог не будет счастлив. Если мой сын делает что-то, к примеру, ему нравится изучать, и учиться это хорошо, я не буду сердиться. Но если он любит употреблять наркотики, я не буду счастлив. Ты будешь счастлив, если твой сын будет принимать наркотики? Конечно, нет. Почему? Позволь ему быть счастливым. Ведь он делает роботов после употребления наркотиков. Ты будешь счастлив? Нет. Конечно, нет. Поэтому вопрос не в конструировании роботов. Делать машины не харам в исламе. Конструировать машины не запрещено. Это был твой второй вопрос. Не смешивай свой первый вопрос со вторым. Твоим первым вопросом было, ты счастлив тем, чем занимаешься. Если это не идет против заповедей Бога, нет проблем. Но также ты должен следовать заповедям Бога. Если человек скажет, я буду делать только машины, и я не буду кушать еду, тогда он умрет. Так что есть определенные правила и порядки, что можно и что нельзя делать. Если ты следуешь правилам, это принесет тебе пользу. А если ты будешь следовать запретам, это причинит тебе вред. Так что номер один, первая цель твоей жизни должно быть подчинение по велению Бога. Давай перейдем к твоему второму вопросу. Если есть машина, она требует инструкции по эксплуатации. Это правильно. Ты говоришь о робототехнике. Где ты изучал робототехнику? Только из инструкции по эксплуатации. Ты будешь невеждой без этой инструкции. Ты изучил инструкцию по эксплуатации, а теперь ты говоришь, что она тебе не нужна. Где ты узнал о робототехнике? Разве ты обучился этому в утробе твоей матери? Ты обучился робототехнике в утробе твоей матери? Сэр, в основном я обучился от природы. Я имею в виду, я бросил учебу в университете. Забудь об учебе. Ты читал какие-нибудь основные книги по компьютерам? Если я скажу, что нет, тогда я скажу, что ты лжешь. Тогда я скажу, что я бросил учебу в университете. И я не обучался. Но даже Ньютон и даже Альберт Эйнштейн бросили учебу. Да. Так что тот, кто бросил учебу, все равно может быть умным. Да. Вопрос не в том, бросил ли ты учебу или нет. Шейх Ахмад Дидат бросил университет шесть раз. Так что это не значит, если человек исключен из университета, что он не умный. Знаешь, Ньютон, когда яблоко упало ему на голову, тогда его выгнали из класса. И затем ему упало яблоко на голову. И после этого он выдвинул законы Ньютона. Ты знаешь об этом? Его выгнали из класса. Но это не значит, что бросивший школу не может стать ученым. Мой вопрос к тебе был независим от того, бросил ли ты обучение или нет. Ты читал книги или нет? Но вы не обязаны читать каждую книгу по каждой машине. Я спрашиваю простой вопрос. Ты читал какую-либо книгу по основам робототехники в твоей жизни или нет? Я могу сказать, я читал книги по основам в старшей школе. Те учебники старшей школы и были инструкции по эксплуатации. Да, правильно. Так что инструкция по эксплуатации необходима для любой машины. Но я не читаю инструкцию по эксплуатации для каждой машины. Вы знаете, если вы прочитаете, то это будет ограничиваться для конкретной машины. Хорошо. Я дам тебе машину, которую ты никогда не видел в своей жизни. Ты сможешь управлять ей без инструкций? Несомненно. Тогда ты сможешь получить Нобелевскую премию. Если я дам тебе ракету, ты сможешь полететь на ней? Сэр, вы спросили? Я спрашиваю тебя. Ты сможешь управлять ракетой без инструкции по эксплуатации? Только скажи правдивый ответ. Ты знаешь как? Если я посажу тебя в ракету, ты сможешь взлететь? Сэр, вы спрашиваете меня. Я задал простой вопрос. Если я посажу тебя в ракету, ты будешь способен взлететь? Ведь ты сказал, не нужна инструкция. Хорошо. Я буду пробовать. Я попробую. Но я не знаю, будет ли это успешно или нет. Это другое. Это как будто ты используешь пистолет, который никогда не видел в первый раз. И стреляешь в себя. И убиваешь. Это суицид. Пожалуйста, нам не нужно таких людей. Сэр, вы задали мне вопрос. Могу ли я пилотировать? Если ты будешь пилотировать без инструкции, это значит, что ты глупец. Ты дурак. Можешь ли ты управлять ракетой? Я говорю, я могу, но я могу потерпеть неудачу или быть успешным. Это означает, что ты глупый. Это как будто, ты идешь в лес и говоришь, я буду кушать любую ягоду, ядовитая она или нет. Если вдруг попадется ядовитая пища, я умру. Это глупо. Это очень глупо. Это глупо, если ты пойдешь в аптеку и скажешь, дайте мне черное лекарство, и я проверю его. И дайте мне красное лекарство, и я проверю его. Возможно, я вылечусь, а возможно и нет. Это глупо. Поэтому я говорю, ты должен следовать инструкции. Мы здесь не глупые люди. Это лекция для логичных людей, а не для нелогичных людей. Так что твои слова, я попробую, но не знаю, смогу или нет. Это нелогично. Лучше изначально следовать инструкции. Я не нелогичный. Когда ты идешь в аптеку, и ты больной. Когда ты выбираешь лекарства, разве ты выберешь какие-нибудь наркотики? Это ограничение нашей мысли. Если я выбираю только определенные ягоды, опять же, это ограничивание мысли. Но эти мысли должны быть ограничены. Иначе это будет опасно для кого-то другого. Если ты, к примеру, не хочешь ограничивать свои мысли и захочешь взлететь на самолете, и там 500 пассажиров. Все пассажиры умрут. Итак, кто бы захотел такого пилота, как ты? Простите, вы сказали, ты не сможешь управлять ракетой. И сейчас вы говорите, что я не смогу управлять самолетом. Но я не стал бы рисковать жизнью людей. Откровенно говоря, ты говоришь чушь. Ты сказал, что ты не умеешь управлять ракетой, но будешь пробовать. Но в этом случае 99,9999% ты потерпишь неудачу. Поэтому это глупо. Тогда, сэр, как мне научиться? Как тебе научиться? Сначала нужно прочитать инструкцию по эксплуатации. Хорошо. Если ты больной, и ты идешь в аптеку и говоришь, дайте мне красные лекарства, и дайте мне синие лекарства. И я проверю. Но в таком темпе ты умрешь до того, как вылечишься. Пожалуйста, измени свой образ жизни. Иначе ты можешь подвергнуть риску свою жизнь или чью-либо еще. Пожалуйста, можем ли мы получить следующий вопрос? Инь здесь. Спасибо.